В Киеве разворачивается очередной раунд войны власти с олигархами. На этой неделе на улицы вышли шахтеры. Мы здесь для того, чтобы министр угольной промышленности добровольно подалась. Так правительственный квартал выглядел два дня подряд. Люди пикетировали Верховную Раду, Кабинет Министров, Администрацию Президента, перекрывали улицы и угрожали. Если стук касок по асфальту никто не услышит, забастовка будет бессрочной. Угольная отрасль Украины действительно в кризисе. В правительстве даже обсуждают планы по закрытию шахт. Кабинет министров признает задолженность около 9 миллионов долларов. В независимом профсоюзе горняков, правда, называют другую цифру. Больше 22 миллионов. И хотя проблемы очевидны, многие увидели в нынешних протестах не социальный, а политический подтекст. В том числе и президент Порошенко. Мы не дадим никому грабить страну и высасывать из нее, как это делали 20 лет назад, бюджетные ресурсы налогоплательщиков для собственного обогащения. Хочу еще раз повторить. Те из олигархов, кто собирается давить на власть псевдозабастовками, получат по рукам. Имя самого богатого человека на Украине президент не назвал, но очевидно имел в виду Рината Ахметова. Именно Ахметову принадлежит Донбасская топливно-энергетическая компания, крупнейшая в стране по добыче и обогащению угля. Депутаты Рады, отправящие коалиции, уже попросили прокуратуру проверить, не причастен ли холдинг миллиардера к шахтерской забастовке. А политологи снова заговорили о конфликте государства с олигархами. В Украине идет мощнейшая борьба между кланово-корпоративными группами. Каждая группа имеет свои, так сказать, активы. Политические, индустриальные, банковые, промышленные. Ну и, соответственно, информационные. Ну, в том числе имеют как бы и социальные активы. То есть в виде каких-то отрядов рабочего класса или других людей, которые могут создавать массовые, проводить акции. Группа Ахметова, она такую, как бы, боевую силу в виде шахтеров имеет. Мог ли он это использовать для борьбы с другими корпоративными группами? Прежде всего, с группой Порошенко. Конечно, мог. И это может происходить.